А что напишут? Нефть опять подорожала? Да. Я вот думаю, а что бы мы делали, если бы у нас не было ни нефти, ни газа? Вот совсем. Вот как в Японии. Что бы мы делали? Автомобили бы делали отличные, компьютеры бы собирали первоклассные, роботов бы делали. Как в Японии. Чем мы хуже? Разбудишь часа через два, когда смена кончится, да? Извините, а можно? Скажите, а где вот эта улица Пушкина? Это? Что вы, это улица Федора Михайловича Достоевского. А, я сейчас вам расскажу. Вот там свалка, видите, да? Да. Вот вы сейчас идете мимо этой свалки, сворачиваете направо, попадаете на улицу Льва Николаевича Толстого. Вы проходите мимо разваленных старых домов, мимо ямы с водой, сворачиваете налево и упираетесь в переулок Михаила Юрьевича Лермонтова. Идете вдоль разломанного забора, вдоль мусорных баков, перед вами такая лужа большая, а вот за лужей заброшенные трамвайные пути. Вот это и есть улица Александра Сергеевича Пушкина. Потрясающе. А у вас в городе все улицы, да, названы в честь классиков русской литературы? Удивляетесь, что в нашем городе так любят наших классиков, да? Нет. Я просто удивляюсь, за что же вы их так ненавидите? Спасибо. Так, значит, здесь через свалку, Великий имеющий, имеющийся. Имеющийся. Имеющийся Товарищ капитан. Профессор. Ну, товарищ капитан, вы напали на след украденных у меня редчайших книг. Можно сказать, что и напал. Можно сказать, что напал. Нашел я все ваши книжечки. Нашел. Боже мой. Слава Богу. Вы знаете, я бы и так не волновался, но там было совершенно уникальное издание Шопенгауэра. Вы понимаете, уникальное издание. Нашел я всех ваших. Нашел. И Шопена нашел вашего. И Гавэра. Спасибо. Кроме того, в этом дворе участились случаи кражи автомобильных колес. Ага. А при чем здесь мои книги? Хороший вопрос. Давайте посмотрим сюда. Давайте. Вот. Боже мой. Это же мой Шопенгауэр. Вот там вот. Мой Шопенгауэр. Ваш? Да. Сознался! А ну-ка, лись! Что? Что? Кому сбываешь колеса, а? Кому? Тихо! 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 Господа, я прошу вас за мной в этот зал. Сюда, пожалуйста. Давайте мы с вами всмотримся в это удивительное полотно. это одна из самых последних картин великого Тициана. Интересно, что у этой картины есть своя тайна. Дело в том, что Тициан... Тициан армянин, что ли? Великий итальянский живописец Тициан на склоне лет женился и Мадонну писал со своей жены. хотя, знаете, многие ученые до сих пор спорят, является ли Мадонна с младенцем работой самого великого мастера или все-таки работой его учеников. Так, а что тут спорить тут? Тут вообще ежу, все понятно. Слышишь, он рисовал уже же старенький был доклячок, да? Ну, я же сказал, он женился на склоне лет. Ну, так, а что тут? Все понятно, господи. Значит, Мадонна это принадлежит этому Тициану, Армянину это. В смысле? Ну, она же его жена? Да. Значит, она принадлежит ему. А вот младенец, это уже точно работа его учеников. Поработали пацаны с Мадонной. Да, ну, что-нибудь красивое покажи такое. Что блестело? Что-то есть здесь? Ну, я не знаю, давайте тогда. А что-то продается?